Конечно, на Новый год больше всего хлопот у женщин. Приготовить, накрыть на стол, потом ещё помыть всю посуду. Вот, и в связи с этим очень полезный совет. Чтобы после двухгодней ночи не мыть гору грязной посудой, лучше всего прямо сейчас, пока на душе так хорошо, весело, светло, взять и разбить её на счастье. Так выберу же за то, чтобы никакие мелочи не помешали нашему счастью. Друзья, в новогоднюю ночь мы хотим дать вам несколько советов. Помните, что ёлочное украшение очень хрупкое. Поэтому прежде чем размахивать ёлкой в разгар праздника, ну, снимите с неё игрушки. И ещё, если вы весь год не решались признаться в любви своей девушки, то лучше всего это сделать именно в новогоднюю ночь, пока ваша жена накрывает на стол и возится с детишками. Так, выпьем же за то, чтобы мы были счастливы в новом году, несмотря ни на чьи советов. Присоединяйся. Не работает, дружище? Да ну, попросили автографа, у меня ручка сломалась. А ты не переживай, держи вот эту, пожалуйста. Мне для друга ничего не жалко. Это новогодний подарок мой тебе. Спасибо. Пожалуйста. Вот ты молодец, умеешь подарки дарить. А для того, чтобы сделать хороший новогодний подарок, к этому надо как-то готовиться весь год, понимаешь? Как это готовиться? Ну, как-то в течение года, незаметненько, знаешь, там, сломать фен, пылесос, фотоаппарат. Да вот хоть ручку твою. И тогда ваши близкие будут рады вообще любому подарку. Ну, тогда за то, чтобы дарить людям радость. А теперь мой тост. Зима – это единственное время, когда можно спокойно поговорить о футболе. Погоди. Зимой же в футбол никто не играет. Поэтому и можно поговорить спокойно. Значит, мой прогноз такой. В ближайшее время сборную Голландии по футболу возглавляет тренер из России, а бразильцы вот только к нам приедут, мы их, ну, в клочья порвем, ну, на куски. Да, да. Только пусть нам приедет сборная Бразилии по хоккею. Поэтому, знаете же, давайте выпьем за то, чтобы о наших прогнозах в будущем году мы могли говорить, как о свершившихся достижениях. На недельку с Комарова в наши дни уже не нова. Есть и выбор, и проблема, где бы Новый год встречать, вас пошлет туроператор, хоть в Париж, хоть в Ланбатор, хоть в Сахаре порыбачить и в Чития позагорать. На недельку, на другую отдохнуть рекомендуем и галопом по Европам приключений поискать. Там мороз, а здесь Египет, как тут в Новый год не выпить? Сорок градусов снаружи, к сорока внутри зову, в Красном море окунулись. Мудрая вернулась! Я не мудрая, я Коля, я сгорел на пляже тут. И в какой-то... И в какой-то... В пирамиде... В пирамиде... Написали... Написали... На санскрите... Что Колян плюс Нефертити... И Серега были тут! К черту Лондон и с Парижем. Взял гитару, встал на лыжи. И в тайгу к природе ближе бодро тянется народ. Он в лесу вот так же встретил, жаль ли праздника медведя, никогда настолько быстро. Не-не-не-не встречал я на Новый год. Чтоб с гитарой... Чтоб с гитарой... Чтоб на лыжах... Чтоб на лыжах... Чтоб родной... Чтоб к родной... К природе ближе. Там в лесу под каждой елкой я отметил Новый год. Лучший способ всем знакомых. Новый год отметит дом за столом вдвоем с любимой. Не только ты, да мы с тобой, и еще, конечно, мама, брат семьей из Магадана, дядя Леня, тетя Алла. Ну как скажешь, дорогой? Я скажу им, всем здорово! И на поезд Комарова и по шпалам тетя Алла не угонится за мной. Новый год хоть в Комарове, хоть в Рязани, хоть в Тамбове, где встречать не так уж важно, ведь куда важнее с кем. Лучше с радостным волнением, с нашим пусть не стройным пеньем, но с хорошим настроением и с бокалами в руке, хоть в гостях, хоть в гостях, хоть на работе, на верблюде, на верблюде, на верблюде, в самолете, лишь бы на высокой ноте, как у нас на огоньке. Лишь бы на высокой ноте, как у нас на огоньке.